Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Стена двухэтажного дома обвалилась в Петропавловске. Спасатели экстренно эвакуировали восьмерых человек, в том числе двоих детей. ЧП произошло сегодня. После обеда, к счастью, никто не пострадал. Несмотря на то, что здание признали аварийными еще 4 года назад, здесь проживали 3 семьи. Это 13 человек. Горожане неоднократно оббивали пороги акиматов. Они все стоят в очереди на жилье. К слову, дом построили еще в 50-х годах. Теперь жители микрорайона Береке опасаются и за соседнюю двухэтажку. Она также в аварийном состоянии. Я вот чуть-чуть только вынесла мебель. Все, мне ничего не дали. Меня выгнали. Никто не пострадал, слава богу. Хорошо, что это днем все произошло. У всех дети. Сегодня у нас отдельного жилищного фонда для аварийного жилья нет. Поэтому мы вам сейчас предоставим временное жилье, потом будем эту проблему решать. С охраны сюда правоохранительные органы обеспечивают. Все службы находятся здесь. Тем временем в Жасказгане впервые за много лет стали возводить многоквартирные дома. В этом году сдадут два, еще столько же на стадии проектирования. Это обеспечит жильем лишь часть очередников. Поэтому многие горожане ждут начала реализации новой программы ипотечного кредитования 7-20-25. Моя коллега Юлана Чаус расскажет подробнее. Новое жилье в Жасказгане не строили с 2012-го. Не было финансирования. За это время льготная очередь нуждающихся выросла до 2300 семей. В этом году новоселье справят 30 из них. Еще 40 человек приобретут квартиры по программе льготного кредитования. На эту стройку по программе Нур-Люжер выделено 570 миллионов тенге. Помимо этого мы в этом году завершили проектирование двух домов. Это 60-й квартирный дом и 90-й квартирный дом. Строительство этих домов запланировано на 2019 год. Строительство будет производиться в западном жилом районе. Но даже это полностью не решит проблему, признаются местные власти. Желающих улучшить свои жилищные условия в Жасказгане гораздо больше. Эту двухкомнатную квартиру Семя Атысуповых снимают несколько лет. Но теперь у них появилась надежда, что смогут обзавестись собственными квадратными метрами. Молова семьи уже подсчитал, он нелегко потянут новую ипотечную программу 7-20-25, озвученную президентом. Мы молодая семья и дети маленькие. Поэтому, конечно, хочется, чтобы у них был свой дом, своя, а не съемная квартира. Поэтому, когда услышали о пяти инициативах президента, что там есть решение нашей проблемы, обрадовались. Теперь вот ждем, когда начнут давать ипотеку. Местные власти уверены, новая ипотечная программа способна привести к настоящему строительному буму в городе. Земельные участки под новые дома со всеми необходимыми коммуникациями уже есть. Илана Чавс, Василий Савкина, Сета Саинов, Карыгандинская область, Хабар-24. За последние три месяца в Астане оштрафованы водители на сумму 258 миллионов тенге. Еще 200 миллионов нарушителей ПДД остались должны. Такие данные привели в столичном управлении административной полиции. В целях усиления контроля за выплатой штрафов 69 единиц автотранспорта водворены на спецстоянку. Параллельно вводятся стимулирующие меры для своевременного погашения штрафов. Человек может оплатить 50% от общей суммы штрафов в течение 7 дней с момента получения заказного письма. Если граждане не будут оплачивать в течение 30 дней, данный штраф передается судебным исполнителям. Им могут налагать арест на движимое, недвижимое имущество, на карточные счета, вплоть до выезда за пределы Казахстана. Тем временем в Жамбылской области водители недовольны участком дороги на перевале Куюк. Международного транзитного коридора Западная Европа, Западная Китай. Возмущения вызывают затяжный подъем и спуск. Полицейские считают этот подъем опасным, а потому там установили запрещающие знаки. Теперь грузовые автомобили вынуждены ехать по объездной изношенной дороге. Осет Смаилов занимается грузоперевозками. В направлении Тараш-Шимкент ездит три года. Путь водителя как раз пролегает через перевал Куюк, автомагистрали Западная Европа, Западный Китай. Но насладиться хорошей дорогой он не может. 10 километров пути пролегает через затяжной подъем. Построили такую дорогу, что по ней нельзя ехать международной машиной. Летний период только на 6 месяцев подниматься можно, зимний период закрывать. С апреля месяца ни снега, ни галилета нет, разрешили выезжать. По словам полицейских, зачастую на подъеме у автотранспорта отказывает тормозная система, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Проведенный анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что на данном перевале произошло около 20 дорожно-транспортных происшествий, где 18 человек погибло и 68 человек получили ранения различной степени тяжести. Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, по согласованию с комитетом административной полиции и АОНК «Казах автожел», было принято решение об установке указанных дорожных знаков, то есть на подъем и на спуск. После установленных знаков водители грузового автотранспорта вынуждены ездить по старой дороге. Объездной путь словно испытание на выносливость. Отнимает много времени и затраты на ремонт, говорят водители. Везде яма. Не знаешь, какую яму переехать, чтобы на другую не попасть. Особенно, когда дождевая погода будет, там застрянешь, буксуешь. Хотя бы подсыпали или залатали, я не знаю. Невозможно подниматься, спускаться. Сделали нормальную дорогу, не разрешают ни спускаться. Подниматься иногда разрешают. А здесь уже невозможно по колено ямы. Ходовая часть летит постоянно. Стекла бьются. Я уже три фары поменял из-за этого. В Жамбулской области общая протяженность международного транзитного коридора Западная Европа-Западный Китай составляет 495 километров. Интенсивность движения в сутки более 7,5 тысяч автотранспортных средств. По словам ответственных специалистов, автомагистраль спроектировали согласно нормативам строительства дорог Республики Казахстан. О проположении старой дороги им известно. При сдаче в эксплуатацию автомагистрали была создана специальная комиссия. В данный момент объездная дорога требует ремонта. Мы уже разработали проектно-сметную документацию и приступим к работе. Как нас заверили, в этом году на объездной дороге перевала Куюк проведут средний ремонт. На эти цели уже предусмотрено 290 миллионов тенге. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслана Хотела, Жамбылская область, Хабар-24. Как отечественная наука может реально повысить эффективность сельского хозяйства? Этот вопрос обсуждали в Алматы на встрече ученых с вице-премьером страны Омерзаком Шукеевым. Речь шла о реформировании аграрной науки и внедрении цифровых технологий. Это обеспечит фермерам доступ к качественным семенам и современной сельхозтехнике, а также позволит получать высокие урожаи. Примеры тесного сотрудничества науки и товаропроизводителей уже есть. На сегодня в НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства разработаны различные виды почвообрабатывающей техники. Ежегодно по заказу фермеров здесь выпускают до 70 единиц. Их можно приобретать в лизинг. Государство планирует субсидировать часть процентной ставки по кредитам. Также продолжится программа инвестсубсидирования на покупку сельхозмашин, который позволит покрыть до 25% затрат. Сейчас уже можно смело внедрять 84 разработок. Где она будет использована, где она будет применена. Мелкие, средние товаропроизводители, они как раз нашей разработки востребованы ими. Но, к сожалению, их производственная база, их мощности, их финансовое состояние сегодня не позволяет их максимально использовать вот эти разработки в своем производстве. Мне кажется, чтобы сельхоз товаропроизводитель нормально заработал, было бы внедрение льготных систем кредитования. Этой весной на западе страны увеличили посевной клин на 20 тысяч гектаров. ГСМ для полевых работ фермеры сейчас приобретают по сравнительно низкой цене – 141 тенге за литр. К тому же с нынешнего года дистопливо будут распределять в зависимости от площади посевов. Величина полей будет подтверждаться спутниковыми данными. Для этого в регионе формируется электронная карта. В специальную базу данных уже занесены 70% посевных площадей региона. По словам специалистов, это поможет рациональному распределению всех средств поддержки сельских товаропроизводителей. В дальнейшем для прозрачности механизма реализации дистоплива этот процесс будет осуществляться через веб-портал. Покупка дистоплива будет проходить онлайн между операторами и аграриями с помощью электронного договора. Электронная карта даст точные сведения, на какой площади проведены сельхозработы, и, соответственно, по этим данным будет распределяться ГСМ. В Атрау возрождают бесхозный парк. В акции по благоустройству территории в рамках общегородского субботника приняли участие представители старшего поколения, молодежь, госслужащие, сотрудники крупных организаций и коммунальных служб. Общая площадь некогда излюбленного места отдыха – 4 гектара. В планах у руководства города в течение двух дней провести полную саночистку и восстановить этот парк. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по его реконструкции. Ожидается, что здесь высадят зеленые насаждения, установят игровые аттракционы и соорудят фонтаны. Атраусы уверены, что парк станет еще одной достопримечательностью города. Запустить вновь мир фантазии руководство региона обещает уже этим летом, хотя работы будут проводиться поэтапно. Напомню, парк был бесхозным в течение 10 лет, и только в этом году его вернули в государственную собственность. День казахской культуры прошел в Московском дворце пионеров. Праздник был организован казахской диаспорой и состоялся в рамках детского фестиваля национальных культур «Мой дом Москва». Гостей ждали традиционная национальная борьба на поясах, мастер-классы по народным промыслам и декоративно-прикладному искусству, а также выставка этнических сувениров. В одном из главных детских центров российской столицы развернулись экспозиции интерьеров юрты и фотовыставка этнопарка «Кочевник». На сцене выступили творческие коллективы казахской диаспоры, лауреаты Московского молодежного фестиваля казахской песни «Алтынкус», ансамбль дамбристов «Шабыт», фольклорно-хореографический ансамбль «Тамирис» и группа «Яксарт». Очень важно такие мероприятия проводить для того, чтобы чувствовать, что наша культура, наш язык стоит дорогого. И я действительно, находясь за пределами Казахстана уже несколько лет, еще больше полюбил именно свои песни, свои традиции. И это очень здорово. В китайской столице отметили 125-летие поэта Махжана Жумабаева. Мероприятие прошло в рамках пункта программы «Рухани Жангару» о продвижении казахской культуры за рубежом. Литературоведы, студенты и исследователи Поднебесной ознакомились с творчеством поэта и обменялись мнениями. Празднование юбилея Махжана Жумабаева организовано Китайским центром международного культурного обмена совместно с Казахстанским центром при Университете нации. Исследователь Академии общественных наук Китая Вань Сяо Юй находит произведения Жумабаева воодушевляющими и живыми. Молодой специалист уже перевела несколько стихотворений казахского поэта на китайский. В планах перевести еще больше. Совсем недавно я читала стихотворения Махжана Жумабаева. И сразу же я полюбила его стихи. И я попробовала переводить его стихотворения на китайский язык. Его стихи очень красивые. И в них глубокая мысль, стремление к свободе и патриотизм насыщенный в его творчестве. На мероприятии царила поэтическая атмосфера. Студенты Казахстанского центра при Университете нации воодушевленно читали стихи Жумабаева. А исследователи выступили с докладами о жизни и творчестве поэта. Считаю, что мы должны и дальше проводить такие интересные события, посвященные памяти поэтов и писателей, культурных деятелей, выдающихся личностей Казахстана и Китая. Таким образом мы укрепляем культурный взаимообмен между нашими странами. До тех пор, пока будут проходить такие встречи, и поколение за поколением в разных странах мира будет читать стихотворение поэта и помнить его наставление, память о Макжане Жумабаеве будет длиться вечно. Уверены организаторы мероприятия. Айдана Кребжанова, Нурбек Бейкен, Жан Сю, Хабар, 24, Китай. Победители нынешнего сезона хоккейных баталий. Спортсмены кокшетауской команды «Орлан» встретились со своими болельщиками. Звучали напутствия от представителей старшего поколения, а молодежь, пользуясь случаем, брала автографы и фотографировалась с кумирами-чемпионами. Кстати, чемпионский титул они завоевали впервые, завершив последнюю игру с астанинским «Намадом» со счетом 4-2. Тренеры поделились планами. В будущем ожидаются изменения в составе команды. Болею с самого начала сезона, как только образовался клуб с 2009 года. Вот он на мне и майка этого года. Допустим, мы сидим много лет уже на них в тех же местах, у нас постоянные абонементы. Наконец-то наше долгожданное золото в нашем городе. Хватит уже серебра, бронзы и всяких кубков. Наконец-то мы этого дождались. Ну, понимаете, когда нас гнал полный стадион вперед, тут аж мурашки потело у каждого хоккеиста. И, конечно же, да, всем хотели, ребята хотели доставить радость болельщикам нашим. Я думаю, что им это удалось. Хотел бы еще поблагодарить болельщиков, пользуясь случаем, что это был наш шестой полевой игрок. И этим сообщением я завершаю наш выпуск. Всего вам доброго и смотрите наши новости. Редактор субтитров А.Семкин